Весна пришла, весна, ранняя весна, у нас уже плюс 10, у нас уже плюс 15, ой, быстрей, быстрей, вот вам зиму. Всем привет, друзья, вот таким образом я решил начать этот день, 24 марта. Да, похолодание опять продолжается в нашем центральном регионе, в общем и мороз сегодня чувствуется, и ветер, ветер чувствуется в поселке, а у нас в поле он вообще теперь будет зашкаливать, здесь метет, у нас там вообще теперь в вихре, скорее всего сегодня опять работаем до обеда. Вот такие не очень-то веселые и очень радостные дела, но с какой стороны опять посмотреть. Погода радует, друзья, метет, метрища, обувьет, потому что на улице делать вообще нечего, нереально работать. Сейчас пойдем вон в сторону, там где-нибудь трактор, там потише, может будем его собирать. Я иду, иду, у меня просто ветер удерживает, я быстрее не могу. Сейчас, блядь, поворотин, как исполнишься, нахуй. Какое, живая. Самое страшное, это вот этот поворотин, правое. Тихо, 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 я убегаю, я убегаю. Медалька, термокур. Ой, тихо как. Ну-ка. Терактор завести, чтоб огреть здесь, блядь. Что, блядь? Что делал? Как ты успеваешь, но я с ней ушел сюда. Тихо, блядь. Тихо, блядь? Свернулся, что у него, блядь. Опять-то разве все забрал. Естественно. Ну да. А что тебе сказал, блядь? Куда насыпался? Я не думал, что он уедет сегодня, блядь. Я думал, здесь так будет. хочу хотели это не так сделано оказывается тут вы сверлить надо вас обманывает там снизу хоккей до работ как погода ты че не ковыряешься по вот по тебе ковырялся ковырялся уже вон лёха идет я как первый раз начал глядеть потом не стал какой-то забыл и блять ну типа пародии в простые лица там снимался понял чемпионат мира по сискаю а через себя как он прям лёжа он юморной тема не понравился вот моя си частенькая помещен я нет хорош и богатый бардой я пойду на трактор даю все грязный и ужас посмотрим все нормально все закрыто нелетная погода друзья работать сегодня особо никто не собирается так ковыряюсь и разойдемся кроме там олегу трактора бог ждет нечего существу это там проблемы свои которые сейчас тоже не решишь надо мной зато смеялись все весна ты шапку шанку надел я говорил обернется еще зима-то обернется и правда обернулась метет друзья метет у нас тут сильно метет сейчас чуть потише стало чуть-чуть хотел я посмотреть в общем одну вещь на лёхином тракторе какую значит в тирами инфу кинули то что должны на приводе стоять шайбы между пластинами вот одну шайбу спереди вижу вот изнутри не знаю отсюда не видать внутри есть ли шайба или нету сейчас нужно залезть и посмотреть видео вчера но у меня шайбы нету было и в книжке в каталоге посмотрел тоже полное описание нету просто показа книжке что есть болты крепления есть пластины вот здесь вот шайбы я прям отсчет его вижу что стоит под болтом крепежа а вот другой стороны не вижу ладно чего пробую ведь время 10 друзья настолько на три часа хватило такой 32 часа мы поработали вот если работа в холл работать никому не комфортно до завтра теперь как зато погоду не знаю в общем от четверга обещают вот такую вот хорошую походу при которой ремонтирую технику на улице да хоть где не особо комфортно и не особо приятно все до завтра увидимся а я пойду греться поем что-нибудь горяченькое всем привет друзья новый рабочий день в хозяйстве время то уже 9 час погода сегодня более менее нормальная практически даже не было мороза так чуть-чуть земля даже в принципе мягкая так ну у нас сегодня по плану друзья новые кольца а это значит что надо ставить топливный насос на место так вот эти пластины плохие далее эти пластины плохие и эти пластины также плохие сейчас приносим насос запихиваем на место будем кумекать смотреть из чего ломает в общем есть соображение какие какие соображения поделились вы подписчики в общем сейчас будем их обсуждать решать и проверять сейчас переодеться главное надо более-менее в рабочую такую форму и можно будет начинать делать скажу что провожусь думаю порядочно со всей святой лобудой почему потому что двигать отдвигать опять придется насос но еще плюсами там калетра воздушные мы можем посмотрим и будут загадывать были но насос вообще не люблю я это делаю честно говоря возить насосом после него у меня трубки ты на воде начинают течь не то что течь а бить нафиг какие сейчас трубки качества я скажу что менять их вообще приходится после первых же откручивания их можно выкидывать и заменивать другие как правило заведешь вроде бы нормально а вот через пару дней начинается сопливиться у меня чаще всего даже не соплиться прям струи бьется отливется запах в кабине неимоверный двигатель горячий дизельное топливо при температуре начинает блин прямо превращаться в газообразное состояние вот запаха заменить допустим средний там трубки не представляется возможным не разобрав облицовку не сняв вот этот вот паук дюралевые штаны вот эти в общем удовольствие не очень хорошие когда в поле начинаешь какой-то трубки паханые разбирать пол трактора еще на зло трубки прямые идут если надо гнуть гнуть на таким образом чтобы они все сошлись и к форсункам и к топливонасосу и чтобы они нигде не чиркали ничего не цепляли короткие нигде не протирались в общем друзья геморрой такой тоже приличный поэтому не люблю я это дело ладно люблю не люблю работать надо так что переодеваемся так собираем кинул насос друзья будем разбираться как правило устанавливается но уже сейчас нашел я недостатки которые были у меня хотя смотря вот на ноги 25 50 стоит рядом я смотрю как у него сделано в общем там немножко есть отличие но я думаю сделаю также сейчас вот сразу подложил от шайбы вот под привод как делается ставится тут вилка до этого ставится в таком положении еще одна вилка на сам привод в общем пока сказать не могу как она должна стоять заподлицовала или не заподлицовала но это я хочу потом отрегулировать уже по ходу когда будет стоять все на месте далее далее устанавливается вот таким вот образом то есть уже в сборе что болты были высунули через вилку длинные и двумя короткими болтами с шайбами все это прикручивается к насосу вот не эти болтики с граверками достаточно маленькие под ключ на 17 сейчас я их прикручу будем разбираться дальше еще не расходим к этому трактору посмотрим как сделан там есть чуть плохо смотреть голова еле пролазит капот ну есть не пролезет голова я ничего не увижу так и хотя бы вилл ладно установлен друзья будем смотреть дальше скажу сразу устанавливаю не как положен тополе насос я ничего не ищу метки на шкиве и по меткам там на крышке блока сделаны метки специальным по книжному кому интересно можете почитать литературу доступны в интернете и у всех я думаю есть по им я mz я просто делал таким образом чтобы у меня допустим вот этот метка регулировки в угла зажигания было сверху допустим да а потом я во первых я не могу найти заводскую метку вот на этом приводе насоса барабаня я делаю свою метку подгоняю приблизительно по той где надо смотреть неподвижную метку то есть делаю свои метки грубо говоря так как стоял как-то как заводилась а уже угол конкретно опережение там регулируем всегда вручную то сейчас подойди кому угодно у нас даже на метре не знает как правильно по заводскому установить насос как положено всегда делается как-то вот так вот если вы столкнулись такую проблему где-то от меня болтка проблем я заглупил очень сильно всю весь день провозился не знал как завести у меня был проблем тоже разболтался привод мне пришлось в поле демонтировать облицовку я считаю тоже неопытный был достаточно я чё сделал собрал тоже все нас у поставил трактор не заводится вообще не доводится приехал начальник давай разбираться он там проворачиваю говорит как провернешь скажи но мотор проворачивает он проворачивает вилку я по цене опять такой же результат оказываешь проворачиваю вот сам топливный насос так здесь у вас при установке насоса трактор не заводится друзья достаточно провернуть его просто 180 градусов чтобы опять в том же положении стали все крепежи у насоса тогда будьте нормально ну а это уже смотрится у нас обносить на глаз определяется конечно возможно по меткам будет правильней и точно ну извините это вот не знаю недоучность что у нас такая друзья полчаса пихотни в принципе привод я уже вот собираю немножко неправильно показал прежде чем одевать вот эту вилку которая ставится на сам привод от двигателя на вал нужно сначала туда засунуть пластины пакет пластин пластин взял четыре с обоих сторон по четыре штуки перечередовал их по очереди старое новое старое новое далее что сейчас хитрил в общем не стал закручивать первую вилку туру крепость на вал затягиваю и не стал начаться гуляет насос могу двигать и она будет ходить по валу цель какая цель сначала закручу топливный насос на место а когда он станет уже на место закручу и вилку таким вот способом я избью избежу каких-то ненужных мне деформации пластин далее везде подложил шайбы вот здесь вот как видите да ну сделал в общем-то как вот на 0925 здесь шайба здесь шайба то есть я его губа от вилки отстранить ну не значит смотрю есть перекос не будет вот ставлю там есть перекос будет уже придется убрать сделать ровно сейчас еще раз гляну 0909 20 как сделано вот здесь шайб есть не ошибаюсь нет она где 25 вот этой вилки между вилки пластинами смотрите прикрутил я насос в общем сейчас смотрю на пластины и с этими шайбами уже виду что пластины выкнуты и то есть эти шайбы надо выкидывать по-любому сейчас уже привод смотрит в этом месте горбат я думаю прям невооруженным глазом все это заметно и явно сейчас буду выкидывать сейчас кран открою на баке где он есть каран то ё-моё вот каранчик сейчас систем прокачаем сводить будем без воды предварительно вы не все свои тряпки которые стыкали воздушный корректора солярки на текло опять грязно будет ну и ладно пошел брат воздух система и системы в бак хорош я думаю хорош я проглотит так ну я вручу закрутил даже неких косяков быть сейчас заведем по-быстрому посмотрим как вращается глушитель без воздуха на заводить будет бардак небольшой образовался это сюда это сюда садимся отчет из воздушного коллектора дым идет пластика и а 2 а и а 3 и 2 2 Продолжение следует... 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 только я проговорил то что стоит крутить раз трубки топливные как у меня фонтаном первом же цилиндры трубка чего стекать от насоса она вот такая вот уже стала оказывается ведь ты тут нет уже конус не к чему прилегать здесь вот если с другой стороны к форсункам он был нормальным только красоса он все эта трубка не ввода новый вот такая вот ее сейчас придется гнуть по месту искать люблять выкинул я все шайбы заменил я трубку высокое давление теперь контрольный пуск сделаем сейчас посмотрим как она себя чувствует и на обед собираться будем заводим вау а 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 так вот ничего более-менее пойдет зашла заменим с обеда ведь шипит у просто белорусский так друзья приехали с обеда уже мы ребята он выгнали от из 155 уже я залил воды установил глушитель учет у него троит мотора как трясется сейчас буду искать причин скорее всего это из-за того что неправильно выставлено угол переживания сжигания я буду искать причину липецкий агрегат друзья вымирающий трактор лтз 155 ой 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 поторопился с водой шланг я не установил там перечный я пойду сделаю ребята на это заменяет колесо диск лопнутые уже вареный диск на колесе и по сварке уже опять лопина пошла меняют не знаю кто чем я говорил были короче глушек поставил трактор прогазовался поработать мне кажется мягко ну услышал что по нам подстукивать чуть-чуть опять и мотор не прогретый до 40 дошел все установил как и было так что не знаю я думаю и ваш смудрить ничего не стоит друзья все на закрывать закручивать взять фейл подошел уж тоже на мазе работает карты все нормально сервис не обращение майнгер ну может будут какие изменения еще от регулируешь угол там позже раньше там можно повернуть два болта слабить и повернуть регулятора вот угла опережения плеск топлива на топливом насосе на приведен самому так что сейчас глушу пойдем наверно посмотрим так массу лучше что-то генератор ничего не замкнуть вообще-то еще шланг поменять будет который говорил белорусский там на воздух идет центральный а так воды конечно натекло под люк дофигища ну а так в целом все вроде я сделал я даже проверил трубку которую поставил последний она была забита грязями до этого когда я вынул с кабины я прошел этот ручка тоненький визуальный в один конец думал другой воздух шел я даже для очистки совести открутил ее вот отсюда тот форс сумки от трубки солярка пошла и сразу работ двигатель изменилась то есть на 5 цилиндрах вот сразу заметно стал работать по-другому так что солярка подавалась нет я думаю все нормально все еще сейчас я наверно пойду белорусский шланг кручу ключ на 24 нужно точнее 2 куча 24 и можно будет потихоньку на все это собирать дело паук прикрутить дюралевый возобзаборника посмотрим сейчас посмотрим все сделаем еще генка походит также друзья учитесь установить насос правильно с меня пример не берите это вам совет такой на будущее нет пробочка ослаблена смотрю маслица прибежала что и такое непорядок собрал друзья я все как было по месте поработал тратар нормально успокоился я заведем его немножко по газу им потратим время уже кстати четвертый час принципе уже сейчас будем собираться домой нормально мягенько работает сейчас вот свитч надо по ночам все таки заморозки все таки все хорошие сливаем вот друзья потихоньку собираемся возвращаемся друзья домой увидимся завтра найдем себе работы с проходил ангена и будем ковыряться возиться есть в принципе ничего серьезного не будет не найду я ничего таких поломок заведу посмотрю как зарядка будет идти сразу с утра залью воды то возможно с обеда начну готовить ящики под аккумуляторной батареи ну все давайте до завтра разговориться долго не буду собрали все работает это главное в принципе все пока они тут от кости фетисова японцы изобретают часы которые при руганье матом начинать идти вперед ну и решают их испытать приносит их в общем-то в америку в английский бар вешать на стене на следующий день приходит смотрят часы спешат на одну минуту берут эти часы идут в немецкий бар вешают их на стену через день приходит смотрят о на на две минуты спешат ну и решили японцы повесить эти часы в русский бар через день приходит смотрит часов нету блин куда делись подходят бармену и говорят так и так мы от вас часы вешали на испытание где они да мы чуть подумали ну хуя нам зимой вентилятор